Привет всем любителям пошаговых стратегий! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет. И смотрите продолжение прохождения за королевство Куш Old World. Ну это мы знакомимся с дополнением, с новой цивилизацией, на последнем уровне сложности, кстати. Да, в общем, подробности, все подробности в первой серии. Переходите к ней. Ссылка на весь плейлист в описании, в прикрепленном комментарии. По-моему, получается интересно. Так, выключаюсь. Принц Тахарка становится суеверным. И что он будет у нас изучать? Я думаю, давайте тактику. Обычно в начале Old World нам... Ну да, нам надо много воевать, чтобы все жизненное пространство, так сказать, освободить. Так, я вот думаю, доделывать еще сети или лучше еще одну ферму. Давайте, наверное, ферму. Так, вот у нас еще жемчуг появился. Никто из семей жемчуг не хочет, поэтому просто в город отправлю. Дополнительно плюс один к счастью каждый ход будет. Так, три приказа еще. Мы точно лечим прачника. И здесь у нас два жителя еще есть. Ну, давайте, наверное, еще тогда добывать жемчуг. Что у нас тут? Тем более сельские специалисты в два раза быстрее строятся. То есть, это и есть сельские специалисты. Так, и два приказа надо вылечить. Давайте в эту сторону пойдем. Я в следующем ходу куда-нибудь сюда загляну, вылечу, и потом туда поедем куда-нибудь. Варвары вроде не набегают к нам. Олигарх Каштейн Триган умер. Патриарх становится духовным лидером лишаизма. Вон, появился. Ну, и как у нас отношения? Вроде нормальные. И олигарх еще Ирджит ухудшились. Она какая-то не очень к нам. Анламане кажется практически зол на вас и требует разговора наедине. Когда вы с ним остаетесь одни, он становится будто бы еще раздражительней. Собравшись с мыслями, он резко высказывает вам. Никогда не думал, что влюблюсь в помешанного на поделках, как вы. Но почему-то это произошло. Все знают, вы хвастливый болван. Ну, видимо, хвастливая болванка. Ну, ладно. Это было странно. Ну, да. Так, давайте здесь каменоломню. Еще. Так. Ну, конечно, нужно тут специалисты, чтобы это добавилось. Но пока его там нету, давайте вот здесь реально рудник. Так, долечиваем. Долечиваем. У нас даже один приказ лишний остался. Нам надо больше юнитов. Сейчас после рабочего я буду в даке юнитов. Вообще, надо бы еще и гарнизоны построить, чтобы... Ну, с другой стороны, у меня не так много соцкапитала, чтобы губернаторов сейчас размещать. О, бесплатный рабочий. Ну, и эпос есть. Не, я не могу отказаться от бесплатного рабочего. Принц Тахарка тяжело дается обучение тактике. Может, ему следует вместо этого изучать философию? Так он же минус два по мудрости. Давайте, пускай продолжает. Мы найдем наставника получше. Так, вот теперь, наверное, еще сети. Здесь подходим прачником. Здесь начинаем лагерь. Смотрите, опять не хватает дерева. Но так как у нас уже денег дофига капает, благодаря тому, что у нас вот тут столько жемчуга, то можем кое-что прикупить. Так, здесь юниты. Прачника делаем. Эти будут доступны, когда мы крепости цитадель построим. Пока... Пока даже не во всех городах это можно сделать. Так, слушайте, а что нам... Что-то я задумался, а что нам, собственно, лагерь дает? Ага, четыре. Ну да, нормально. Нормальный плюс к еде будет. И долечиваем скауты. Сейчас пойдем тут исследовать, что у нас. Странно, уже 18 лет прошло, а мы только хеттов встретили. Но я поставил много цивилизаций, во-первых. Во-вторых, много минорных вот этих племен. Так, перешли в лишаизм. Египет завершает строительство висячих садов. Вот теперь нам точно должно быть видно. Вот оно. Вот. Египет, висячие сады. Египет далеко. Но Египет единственный, кто хоть что-то строил. Так, пока... Наверное, прям в битву влезать не буду. Вот. Эти скаутом походим. Потому что там очень много юнитов. Нашли вино. О, Рим встретили. Когда ваши люди встречают на дороге группу необычных римских странников, создается впечатление, что их здесь ждали. Незнакомцы достают оружие и кладут его на землю. А их предводитель на нашем языке выражает восхищение от этой знаковой встречи и предлагает мясо и вино. Давайте у Рима свой путь. У нас свой. Потому что вот этот дар, он может быть отравлен. О, так это прям столица Рима здесь. Так, слушайте, это я очень хорошо здесь именно охотников поставил. То есть на войну. Все Рим будут... Ну, тут, конечно, тяжеловато будет на меня нападать, мне кажется. Но лучше быть готовым. Сила гораздо сильнее. Блин, может, зря я тут выделывался. Сейчас нам Рим по сусалам надоет. Уже два мечника стоит. А мы мечников даже не открыли. Так-то. Работники города Керма обнаружили в местной шахте новую жилу руды, которая увеличит выработку в этом районе. Однако расширение добычи потребляет значительных вложений. Конечно, вложимся. Лаврийский рудник открывается. Ваш верный советчик докладывает, что герцог Атланерса с каждым днем все больше походит до своего отца, царя-консорта на Такамане. Так, он может стать набожным, праведным или нетерпимым. Следующий ход. Праведным, отлично. Праведный, это хорошее. Счастье добавляет. Так, еще и жемчуг добавился, я так понимаю. Давайте в какой-нибудь город отправим, где тут больше накапливается. Вот, минус 10 в дакке. Так что в дакку. Это два приказа стоит, между прочим. Отправить ресурс. Так, а где этот лаврийский рудник? Или как он? А, вот этот. Еще дает еще 10 железа, 6 культуры, 6 золота. Нормально, нормально. Так. Здесь я собираюсь камни вот в эту сторону развивать. Но пока нам это не надо. Так, а у нас города не связаны сейчас, считаются, да? А нет, считаются связаны. Но это, видимо, по реке, типа и по океану. Угу. Думаю, может, дорогу так провести еще. Наверное, надо ферму где-то вот здесь делать. И здесь вокруг светилища фермы продолжаем делать. Ну, я думаю, надо добивать добычу жемчуга. Порт, кстати, еще не до него далековато, но... Блин, а где он, кстати, вообще? А где порт открывается? А, вот, гавань. Плюс 40% прилегающим сетям. То есть, вот, прикиньте, вот сюда мы гавань ставим. Какой еще бонус? На данный момент они уже прилично дают. Видите, за каждого специалисты еще и наука капает. То есть, спецов важно делать. Это хорошее вложение в развитие города. Блин, страшно уже. Такая армия гораздо сильнее. И хетты гораздо сильнее. Прикол только в том, что у них у всех по одному городу. А, нет, тут у Рима два города. У хеттов один, у Рима два, а у нас уже три. Вот это место надо занять, а будет, что хетты хотят на него как-то высадиться. Но они пока не могут точно. Ну, блин, и я пока не могу туда никак влезть, потому что просто армии нету нормальной. Хетты ападану начинают строить. Ну, вот, видите, теперь эпос не выпал. Тут, ну, тут кто не в курсе, возможные технологии как бы выпадают четыре штуки и может не выпасть та технология, которая вам нужна. Но давайте тогда войны открывать. В дополнение к изучению тактики и истории битв прошлого значительная часть обучения Тахарка состоит из тренировочных поединков и военных учений. В группе Тахарка нет никого лучше него, не считая одной ученицы. Сколько бы они ни сражались, Холесет всегда выходит победительницей. Тахарка начинает отчаиваться, одержимый желанием победить. Какой совет вы ему дадите? Окружи себя теми, чьи навыки превосходят твои. Да, это хороший совет. Поддержать противостояние и сражение с ней на настоящих мечах подвергнет испытанию твой дух. Будет либо храбрым, либо раненым. Хм, а давайте рискнем. Храбрым становится, отлично. Для будущего лидера это, по-моему, круто. Тут лагеря продолжаю ставить. Так, это нам бесплатного рабочего. Далее. окружим уже фермами полностью светилище. не хочу пока тут. Вот я дождусь этого прачника, и тогда мы двумя... Блин, мне надо, наверное, еще и этого дождать. хотя бы, хотя бы, чтобы три прачника было. Потому что там как минимум юниты... Я точно видел там три юнита, поэтому нам надо хотя бы тремя юнитами идти. О! Попер к нам. Нет, нет! Ну-ка, не удавайте мне рабочего. Вырос и вовсю тянется к знаниям. Ну, давайте этот пускай политику изучает. Анастасен младший является во дворец, дабы от лица семьи Эрджет попросить вас контролировать шесть улучшений типа городской или же контролировать шесть стен. Так, ну, это амбиция еще одна. Для того, чтобы контролировать шесть стен, у нас должно быть шесть городов. Тут очень не факт, что будет. А вот шесть улучшений типа городской, а что считается городскими вообще? Я, например, хотел гарнизоны строить, они считаются городскими? Считаются. Я как минимум три гарнизона построю, плюс светилища уже есть, это четыре. Ну, и еще какие-нибудь два светилища, так в принципе норм. Давайте. Видите, два уже считаются, потому что уже один гарнизон есть и светилища есть. Так, уровень у королевы нашей, царицы воинственная, все города одну муштру за уровень культуры дотошная. Давайте воинственную. Мы реально воинственные здесь. Так, поехали разбираться вот с этим говном, которое к нам прискакало. думало к моему маленькому рабочему. Вы видели, куда он ему пихал копье? Я вам потом на кукле покажу, куда. На такомане ваш супруг и генерал при прачнике прокачался. Кровожадный, да, давайте, наверное, кровожадного. То есть, это против раненых целей. Вот сейчас мы этих вынесем. К этому моменту подойдет этот прачник и пойдем заниматься вот этими ребятами. Объясним на пальцах, что нельзя так с нами. А, все, у нас приказы закончились. Так, что у нас тут? У нас есть один гражданин, вот теперь надо точно сюда сажать. В данном случае тут не ресурс роскоши будет, ресурс роскоши только вот это и оливки. Но это добавит кучу денег, во-первых, во-вторых, вот эту территорию вокруг. Приказов мало, конечно. Ну, постепенно вот мы, собственно, должны выполнить амбиции. Выполнение амбиции при жизни правителя, который взял эту амбицию, плюс 10 к легитимности. Однажды поздним вечером вы слышите стук в дверь. За ней стоит Мурсилия, наследник хетского трона. Юный принц покинул свой дворец в надежде сбежать от обязанностей. Он желает спрятаться от агентов своего отца в Кушите и начать здесь новую жизнь. Прибытие хетских солдат к вашим вратам лишь вопрос времени. Так, 28 лет, а этому 68. Я бы, наверное, тогда укрыл пока его. Потому что, мне кажется, я скоро должен умереть. Тогда с этим у нас будут хорошие отношения. Так, рабочего надо лечить, потому что раненые рабочие медленнее создают улучшения. Так, генерал 39. Блин, наверное, не буду сажать, потому что он скоро умереть уже может, а это трата муштры. Ну и приказов тоже. Так, доделываем фермы вокруг святилища. Гарнизон надо строить. Так, а гарнизон должен быть с двумя? А, хоть один действующий закон нужен быть для гарнизона. видите, поэтому нам в эпос надо было идти. Черт, ну что, святилище тогда какое-нибудь? Граммия предлагает вот сюда святилище Амани. Ну блин, я хочу сюда гарнизон, а он... Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь пожалуйста лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. В круг этого бублика должно быть такая территория. Сейчас у нас появится еще прачник. В академии все обсуждают копию речи, произнесенной неким прославленным преподавателем политики. Одним поздним вечером к вам с очень задумчивым видом приходит герцог от Ланерса. Я размышлял об этом весь день. В тексте сначала говорится, что добродетели невозможно научить, но затем упоминается, что изучение риторики лучший способ научиться добродетели. Никак не могу взять в толк, но нас, к сожалению, наши показатели позволяют только что-что они заставляют вас изучать. Такая туповатая у нас царица. Теперь, когда принц Тахарка завершил обучение тактики, чем он зовется при дворе? Так, он у нас будет следующий король, поэтому надо внимательно выбирать интриган. Можем использовать легитимность, чтобы покупать приказы. не очень мне это нравится. Тактик будучи лидером дальность обзора плюс два скрытый дружественный или нейтральный дерев... Дальность обзора просто плюс два. Не знаю, мне тактик как-то больше нравится, но вообще оба варианта так себе. Ваш сын принц Тахарка ведет себя как-то странно. Смеется без причины, пишет стихи, часами смотрит в закат. Наконец он решает рассказать правду. принц Тахарка влюбился в простолюдинку. Ну, какие у него показатели, давайте глянем. Фанатичка. Минус мудрость, минус харизма. Нет. Семья и род превыше всего без исключения. Ну, если бы она нормально еще была. Герцогиня Атланерса приходит к вам с рассказом об оснописце Эзопе, немом рабе, который получил голос в дар от богов, когда поклонился египетскому жрецу богине Изиды. Музы подарили ему вдохновение рассказывать истории, в которых он демонстрирует исключительную мудрость. Прочитав рассказы Эзопа, его хозяин философ тут же даровал рабу свободу. Баснописец долго странствовал по миру, пока наконец не прибыл в Мирое. В своих баснях он высмеивал жадность священника Лишаизма, и теперь духовенство требует его казни за богохульство. От Атланерса удалось заполучить несколько табличек с баснями Изопа, конфискованных священником. Что вы сделаете с этими произведениями? Так, можем сохранить. Все города получают какое-то количество культуры, но мы тратим на это сто соцкапитала. Временно забыть о своих обязанностях и научиться рассказывать истории самостоятельно. Минус дисциплина, но зато плюс два харизма. Становится поэтессой. И отчитать жрецов за столь серьезное наказание. Плюс дисциплина. Но это мне не нравится. Давайте, наверное, плюс культуру всем городам. Сюда я даже наверное... Ой, какие хреновы у нас генералы. А, он расстроенный, поэтому минус 5%. Ну ладно, вот этого принца нашего наследника, пускай прокачивается в боях. Хотя вот это тоже прикольно. Ну, принц помоложе. Есть рыбаки, пока не буду отправлять, потому что у меня приказов просто не хватит. охотник долго, 8 ходов. Я бы тут продолжил юниты строить. долечу рабочего последним приказом. Тут нам надо будет следующим ходом лечить оба наших прачника, и мы уже собираем... Блин, может мне в Мирои не рыбака, а поселенца надо в Мирои, мне кажется. Так как у нас там с религией все нормально. И по семьям вроде все нормально. Думаю, мы за пять лет сейчас должны зачистить лагерь. так, пока сохраняем муштру, потому что мне нужно будет покупать ходы для этих юнитов, чтобы вот это место зачистить. Ко двору прибывает римская делегация, дабы разрешить небольшой конфликт между двумя нациями. За ужином между гостями заходит разговор о том, сможет ли кто-то одолеть самих богов войны. Вскоре разговор перерастает в жаркую дискуссию, и они решают, что это под силу генералу Клодии из Рима. Так, соглашусь Клодия, тогда царь-консорт будет уязвленным. Ну, я думаю, нам надо улучшать отношения с Римом, потому что если на нас нападут те, кто сильнее, будет неприятненько. А с царем-консортом потом как-нибудь договоримся. Вот теперь видите, мы покупаем например хоба и стреляем. Так, еще наверное куплю, чтобы вот тут начать лагерь строить. Так, пока все. Мало приказов, мало. Ничего не скажу. Ресурсов зато дофига. Всяческих. Так, лагерь всегда лучше захватывать пастбище. Вот эпос. Теперь наконец-то риторику открываем. В минуты редкого отдыха от занятий в академии герцог Атланерса приходит к вам за советом. В нашей академической среде главенствуют две противоположные школы мысли. Согласно первой, человечеством управляет судьба, поэтому нужно принимать все ее дары с невозмутимым спокойствием. Вторая утверждает, что боги безучастны и переменчивы, поэтому совершенствование тела и духа наша личная забота. Какой из этих путей правильный? Давайте лучше образованный или алочный он может быть. Вы сидите на холодном троне, погрузившись в глубокие раздумья. Вокруг суетятся придворные. Они по обыкновению плетут интриги и выдумывают, как бы перед вами выслужиться. Беды простого люда, крестьян, горняков, солдат, каждый день гибнущих во имя царства их совершенно не заботят. Как же вам осточертели дворцовые козни? Вы твердо решаете помочь обестоленным чего бы не стало. То из-за того, что мы проклятые, получаем статус набожные. О, и теряет статус нет, подождите. Тут становится глупой, а тут теряет статус проклятые. О, отлично. Мы больше не проклятые. Придворные застывают в удивлении, когда к трону приводят избитого, окровавленного и закованного в цепи царя консорта Натаками. Ух ты. Натакамани. Городские стражники поймали его за порчей икон с вашим славным ликом. Ну, помните, он уязвленным был. Так. Ну, законы одинаковы для всех. Изгоняем. Подозревать перестает быть генералом. Захватывать лагерь всегда лучше юнитом с генералом. Это может к событию привести. Вот, как в данном случае. До дворца дошли слухи, что вашего наследника, принца Тахарка Суеверного, заставили сражаться в поединке с громадным бойцом наемников. Хвала богам, он вышел победителем. Очевидцы рассказывают, что в ближнем бою он не оставил шансов своему более крупному сопернику. Что будем делать? Так, публично похвалить за доблесть, сочинить поэму об этом, просить его быть осторожным. Ну, я бы ему отвагу добавил. Так, что похвалим за доблесть. Лучше атаковать этот юнит, потому что этот в лесу стоит, ему меньше урона наносится. В этом месте, кстати, это считается типа городской клеткой тоже меньше урона, но это намного меньше, чем в лесу. Так, у нас рудокоп следующим ходом будет сделан, так что перебрасываем рабочих вот сюда. Поселение с 3 хода. Видите, это место мы уже держим, тут город мы поставим, надо будет потом перебираться вот сюда. Зероастризм основан. Египет Зекурат, но это не удивляйтесь, Египет заточен на чудеса, у него там много камня в самом начале, образованным стал Атланерса, отлично. Купцы, шедшие из Дакки, встретили группу странников из далеких земель Греции. Вместе они двинулись в Пилос, и нашим купцам довелось наблюдать диковинные религиозные обряды этих греков. Они разводили костры, приносили на них жертвы. Рассказы купцов поразили народ Греции. Теперь они просят отправить в Кушито делегацию зароастризма, чтобы установить контакт между двумя нациями. Ну, это за счет того, что зароастризм основан. Он может на нас распространиться, но я не хочу. Знаете, пускай встреча пройдет цивилизованно, но не более того. Вашему сыну герцогу от Ланерса нравится быть на свежем воздухе. Он чувствует себя как дома на природе. Какое занятие мы порекомендуем ему освоить? рыбалка, садоводство, уход за животными. Ну, вот нам что садоводство, что рыбалка в плане как наместника в городах интересно. Наверное, все-таки давайте рыбалку у нас посадим его потом в Мирое. Возможно. есть рудокоп продолжу юниты наверное тут строить теперь так опять что-то я много рабочих настроил ведь мне не хватает приказов жемчуг еще в какой-нибудь город отправить то есть мы еще и Грецию о, Греция смотрите как по очкам у нее пять городов у греков пять городов ваши люди обнаружили во враге несколько перевернутых телег рядом среди вещей обломков карфагенская женщина с детьми причитает над телом мужа по словам выживших на них напал огромный медведь так ну давайте сопроводим до ближайшего поселения блин вот видите карфаген уже занял это место вообще нам надо вот тут исследовать в общем у нас получается на востоке Рим на юге Хетты на западе судя по всему карфаген но не сильно на западе видите он тут ниже так что возможно вот тут места еще свободны во дворец прибыл хетский дипломат с посланием в хетском царстве не хватает чиновников а поскольку наше царство славится организованностью нас просят помочь наладить административный аппарат нет нет я не хочу не собираюсь ему отправлять 160 соц.капитала это очень круто это очень круто так эти пока все тут стоят уровень можно дать 25% из деревьев не давайте просто точность точность это шанс крита о мы можем чудо построить все города сетям плюс 100 о слушайте это круто кстати 2000 мы реально можем его построить так как у нас еще и лидер строитель то мы можем его очень быстро построить да слушайте следующим ходом надо надо запустить строительство маяка мне это нравится вот все всех всех трех рабочих отправлю на строительство маяка принц тахаркас уверен теперь спокоен перед лицом опасности как никогда плюс 1 к дваге а от ланерса обдумал свой недавний опыт и извлек из него много ценных уроков плюс к мудрости теперь когда герцог от ланерса завершил обучение политики чем он займется при дворе оратор в качестве наместника плюс счастье за уровень культуры или судья ускорение производства для проектов специалистов за деньги наверное судьей давайте у нас денег должно быть дофига карфагенских путников переживших встречу с медведем сопроводили до ближайшего родного поселения деревенский глава тепло отблагодарил ваших людей за доброту наверное выразим готовность сотрудничать и в дальнейшем ну торговля 20 монет за полтора яблока нафиг надо а тут харизму получим еще так сначала ведем посела тут начинаем маячок теперь воина наверное у нас уже дофига прачников куплю два приказа видите 6 ходов а не 11 стал я еще этого подведу я тоже думаю ускорить будет не 5 а 4 хода в моем случае хорошее чудо у меня аж 4 что он там царь хатусили из хетского царства мертва а мы же там кого-то помогали это не он стал блин от ланерса нетерпимым стал так с данными встретились наша встреча с племенем даннов расколола двор надвое ученые настаивают на изучение датской культуры генералы же уверены что дикари не заслуживают такой чести амбиция заключить мир с племенем не понимаете а чтобы заключить мир с племенем нужен лидер дипломат у нас их не будет поэтому нужно придумать как их уничтожить три даже хода стало не 4 а 3 хода нормально так и ставим город сюда наверно как я говорил это будет город охотников а мониторы первопроходится так опять с рабочего начинаем со смертью поддержать поддержать переписку совместной военной давайте поддержим переписку мне нужно 400 соц капитала чтобы эпос принять делегация из рима пребывать предложение брака с вашим сыном тахар тахаркой суеверным ну кстати чё с римом можно породниться кто тут у нас есть ученая пять мудрости две харизмы три дисциплины и героиня вот это ученая нравится порция преданная во время изгнания царь консорт на такомане использовал все свои ресурсы и влияние чтобы собрать мятежное войско два мятежника около кермы так ну давайте отправим к нему убийц много лет вы восседаете на троне много лет недоброжелатели мечтают вас свергнуть актисан из герой рьяный критик вашего правления обращается к совету с речью под названием конец бессменной царицы в ней он осмеивает постулат пожизненного правления и требует ограничить власть всех политиков судя по всему он собрал немало сторонников нам стоит действовать осторожно так получает статус ученый вместо строителя получает фанатичку ну я бы строителем хотел остаться так что просто не обращаем на него внимания но мне кажется это может нам аукнуться есть такое подозрение так вот тут у нас мятежники появились давайте пока вылечим и следующим ходом пойдем сюда очень мало приказов как бы это решить проблемку с приказами непонятно так это они наяривают несчастье еще в керме племенной налет из датского анпоста близ миро еще началось прошлой ночью вам явилось чудесное видение где-то посреди пустыни вас ждет земля обетованная воистину вы избраны богами как вы поступите отправите разведчиков на поиски обещанного рая или же прислушиваетесь к смертным мужам и отрините длань судьбы так двух разведчиков можем получить науку но теряем набожное а набожное что дает как наместник два счастья состояние государственной религии и харизма во блин а нам эпос надо принимать просто у нас смысл нам в двух разведчиках если у нас приказов не хватает ладно возьмем двух разведчиков они содержание по-моему как раз не требуют просто все остальное мне типа вообще нафиг надо ну все приказы закончились не знаю как это проблему на данный момент с приказами решить крепостничество только но его еще открывать и открывать блин так что у нас тут с развитием сильнее ученые сильнее эрудиты сильнее ученые аналогично по силе эрудиты блин может микрофаген вынести раз они аналогично мое место заняли так а мы следующим ходом да маяк закончим строить так все мятежники никак не помешали имху не 49 лет это уже старенький не будем добавлять так у нас два жемчуга давайте хотя бы один куда-нибудь отправим в керму еще один гражданин совет празднице ну блин у нас у нас не хватает приказов чтобы вот этими всеми юнитами как-то нормально управлять все думаю стоит ли мне ну вообще на юниты всегда стоит ладно воина тут буду каменную мастерскую строить но следующим ходом уже вот конечно этот разместил но мы постепенно сможем добраться и до этого железа друды и до сорга будет постепенно расширяться у нас границы а вот и налет от данов царица тяжело больна у нас уже внучка появилась и мы заканчиваем строительство маяка 6 культуры во-первых во-вторых расширяет границы 2 очка победы добавляет все города плюс 100% к сетям это еще плюс 16 культуры 160 денег в ход ой деревням для улучшения меньше ходов надо но мы деревня правда еще не открыли но это классная штука нет мы не будем помогать соцкапиталом еще раз повторяю соцкапитал нам самим нужен надо надо эту территорию как-то исследовать блин блин что с приказами вот реально очень как-то муторно из-за 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 они не могут разграбить вот это вот потому что это наземные юниты но около меру они сейчас высадятся несомненно я думаю можно казначейство в данном случае построить так а не идет ли это рим на меня нападать приказов не хватит все перебросить если что они не грабят нифига сия грабят так открыли так что закушитские пирамиды интересно плюс один суд капитала за прилегающие светилища давайте наверное откроем так как у нас тут сильнее они просто сильнее хотя бы они гораздо сильнее блин все двумя ютами походил все на этом закончилось охренеть конечно потому что надо было стены в даке лучше строить сложно сказать я думаю что для этого надо уже закончить серию подумать немножко над тем что у нас есть у нас все там 15 у других цивилизаций вверх 18 вот только что было да еще там рабочих мне бьют надо отбиваться от налета но это уже в следующей серии и решение по событиям тоже примем спасибо что смотрите продолжение можете поискать в плейлисте ссылка в описании в прикрепленном комментарии не забывайте ставить лайки оставлять комментарии чтобы это видео лучше распространялось ну или как-то финансово поддержать канал тоже всегда приятно на этом все играйте в умные игры слава слава кушиту живе а мониторы всем пока я Алексей Халецкий тот кто сделал это видео лайк комментарий подписка возможно супер спасибо и спонсорство спасибо за поддержку до следующих видео до следующих Продолжение следует...